Добрый вечер с новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. 12-летняя школьница родила в Павлодарской области. При каких обстоятельствах забеременела девочка? Трое детей в Экибастузе едва не задохнулись по вине пьяных родителей. Как произошел инцидент? Казахстанка после смерти стала донором и спасла пять жизней. Какое значение имеет посмертная трансплантация органов и как к этому относится общество? В Талдыкургане за миллиардные хищения бухгалтером городского управления образования вынесен приговор. Сколько лет тюрьмы им грозит? 12-летняя школьница родила в Павлодарской области. По данному факту в полиции Щербактинского района сейчас ведут расследование. О беременности подростка учителя узнали в апреле этого года, когда ученица вернулась после каникул. Из-за этого случая руководитель отдела образования получил строгий выговор, а директор школы уволился. Семья девочки проживает в селе, считается многодетной и малообеспеченной. Родители получают адресную соцпомощь. По словам врачей, роды прошли без осложнений. Новорожденная малышка сейчас с новоиспеченной мамой. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка, предполагаемый отец – близкий родственник. Он также не достиг совершеннолетия. Прежде всего, за воспитание детей, за их состояние психоэмоциональное, физическое, любое состояние ребенка ответственность несут родители. Согласно статье 27 Конституции Республики Казахстан, забота о детях и их воспитании – это естественное право и обязанность родителей. И когда это право и эту обязанность перекладывают на школу, на Акиматы, на любые другие госорганы, мы получаем то, что мы получаем. Трое маленьких детей едва не задохнулись в квартире, пока пьяные родители спали. Несовершеннолетние кричали с балкона и звали на помощь, а с окон шел дым. На место экстренно прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и ДЧС. Они вынесли всех на улицу. Старшему оказалось 5 лет, среднему 3, а младшему год и 9 месяцев. По данным полиции, семья жила на съемной квартире около месяца в Экибастузе. Ночью мать решила согреть на плите еду и легла спать. О том, что могла произойти непоправимая трагедия, нерадивые родители узнали, когда сотрудники службы водили их на улицу. Медосвидетельствование показало, что они были в алкогольном опьянении. Дети сейчас в больнице, позже их определят в госучреждения, а маму и папу лишат родительских прав. Материалы уже переданы в суд. Более 300 человек с начала года лишили родительских прав за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Полицейские посетили более 20 тысяч семей. Порядка 800 из них находятся в трудной жизненной ситуации. Свыше 3 тысяч родителей, не справлявшихся с воспитанием детей, поставлены на профилактический учет, сообщили в МВД. Всего на учете состоит более 6 тысяч родителей. В отношении них рассмотрено 3495 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам судами более 300 лиц лишено и 240 ограничено в родительских правах. Что касается преступлений, совершенных самими детьми, полицейские отмечают снижение их количества по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, с начала года произошло свыше 150 аварий с участием скутеров и мопедов, которыми управляли несовершеннолетние. В результате погибли 10 детей. Мопеды и скутеры – это тоже участники дорожного движения. Многие водители не соблюдают на нем правил дорожного движения. С участием несовершеннолетних на скутерах и мопедах произошло 154 ДТП, отчего 180 лиц, не достигших 18 лет, получили ранения. Еще 10 погибли. В больнице Караганды скончался один из работников, пострадавший на заводе феррасплавов. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения области. У 31-летнего пациента было 85% ожогов тела. Он находился в тяжелом состоянии, говорят врачи. Напомню, 20 июля на предприятии произошло ЧП. Из-за внезапного выброса пламени из печи пострадали 8 работников. Пять из них были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Состояние действительно остается крайне тяжелым. Состояние этих пациентов на контроле из республики соответствующая бригада. Там на месте с первых фактически часов работает. Все, что касается организации работы с нашей стороны, она соответствующим образом организована. Свыше 4 тысяч казахстанцев находятся в листе ожидания на пересадку органов. Около 300 человек погибают, так и не дождавшись трансплантации. Казахстанские врачи отмечают, что ситуацию может исправить посмертное донорство. Напомню, на днях казахстанка после смерти стала донором и спасла 5 жизней. Как устроена посмертная трансплантация органов и как относится к этому общество, выясняла Асимжан Жизбаева. 44-летняя казахстанка, у которой была констатирована смерть головного мозга, стала донором, оставив после себя не только память, но и шанс на новую жизнь для пятерых людей. Им провели операцию в историчных клиниках на прошлой неделе. Среди спасенных 15-летняя Айзире. По словам ее мамы, они ждали донора почки около трех лет. В тот день, когда нашли донора, нам ночью позвонили врачи и попросили сдать анализы. На следующий день по результатам комиссия определила, что донор нам подходит. Очень быстро все прошло, сделали операцию, дочка уже аккуратно передвигается. И моя семья от всего сердца благодарна донору и ее семье. Они спасли нашу дочь, они подарили нам жизнь. Эти операции стали возможны благодаря согласию родственников донора, которые нашли в себе силы подарить жизнь другим людям. Однако это довольно редкие случаи. В листе ожидания на пересадку органов находятся свыше 4 тысяч казахстанцев. Более 90% из них нуждаются в пересадке почек, а остальные – печени, сердца и легких. К сожалению, так и не дождавшись доноров, каждый год из этого списка умирают около 300 человек. За последние 12 лет у нас сделано более 4600 операций по трансплантации. Из них 4200 операций – это именно прижизненно. И только более 400 – это операции по посмертному донорству. В 2023 году у нас было всего 7 посмертных доноров, которым удалось пересадить 19 органов. По 6 месяцам этого года у нас 4 посмертных донора и пересажено 15 органов. Многие казахстанцы тем временем относятся к трансплантации с опаской и недоверием, что зачастую связано с недостатком информации, религиозными и духовными принципами. Как поясняют сами религиозные представители, трансплантация разрешена, но при полном соблюдении определенных условий, не унижающих достоинства человека. Многие ученые исламского мира поддерживают фетву о том, что это допустимо. А в аятах Корана и хадисах говорится, что спасение жизни одного человека равнозначно спасению всего человечества. Условия, при которых ислам разрешает трансплантацию, когда пересадка является единственно возможным выходом спасения жизни человека, а также нельзя изымать все органы, чтобы тело не оставалось пустым. В Казахстане 85% трансплантации органов осуществляются от прижизненных доноров и только 15% от посмертных. За рубежом 95% трансплантации проводятся благодаря посмертному донорству. Это более безопасный метод, так как не рискуют здоровьем живых доноров. Граждане могут зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство в поликлинике или через портал ЕГОВ. Заявление можно менять неограниченное количество раз, и оно бессрочное. К слову, на сегодняшний день 6600 казахстанцев выразили согласие на посмертное донорство органов. Росцен на лекарства не ожидается до конца года. Об этом рассказала министр здравоохранения Ахмарал Альназарова. Она отметила, что ведомство пытается удержать стоимость основных препаратов в утвержденных пределах. Но рынок диктует свои правила. И все будет зависеть от экономической ситуации. Роста цен, который был бы связан с различными нормативно-правыми актами Министерства здравоохранения, не ожидается. Поэтому говорить о том, что ожидается рост цен или до конца года будет рост цен, мы сейчас не готовы. Но в целом это будет зависеть и от экономической ситуации. Потому что розничный сектор – это конкурентная среда. И полностью мы его регулировать тоже не можем. В Североказахстанской области не утихает скандал вокруг Петропавловского колледжа. Шумиха поднялась после того, как студентам сообщили о закрытии коммерческого учреждения. Руководство хотело прекратить свою деятельность из-за нерентабельности. Это вызвало волну негодования со стороны родителей учащихся, которые обеспокоены будущим своих детей. Наргулялина разбиралась в ситуации. Дочь Анастасии Калашниковой учится в колледже Североказахстанского университета по специальности дизайнер интерьера. Впереди еще два года обучения. После окончания учебного заведения девушка планировала поступать в зарубежный вуз. Но ее планы оказались под угрозой исполнения. Семье сообщили, что колледж закрывается. Такое направление есть художка. Она очень любит рисовать, ей это нравится. Соответственно, в этот колледж мы поступили только исключительно из-за этого. А теперь нам некуда. Ранее руководство колледжа заявило, что из-за убытков вынуждены прекратить свою деятельность. Родителей студентов это повергло в шок. Они обратились в управление образования региона. Там обещали разобраться в ситуации. После переговоров стало известно, что учебное заведение пока будет работать. Между учредителем нашего колледжа и отделом образования прошел конструктивный диалог. После этого диалога учредитель нам сообщил, что статус колледжа у нас в сегодняшний день сохраняется. Сохраняются все дети и также полностью преподавательский состав. Колледж также будет функционировать, как и ранее функционировал. В колледже согласились сохранить число учащихся. Правда, только на предстоящий 2024-2025 учебный год. Набора новых студентов не ожидается. Преподавательскому составу, которому ранее объявили об увольнении, обещают вернуть рабочие места. Через год обучающимся все же придется подыскать другое учебное заведение. За это время в течение учебного года другими государственными колледжами, частными государственными колледжами будут подаваться документы на получение разрешительных документов для того, чтобы дети в последующем могли продолжить свое обучение и получить свои специальности и дипломы уже в других колледжах. Раньше в этом колледже на коммерческой основе обучались свыше 500 студентов. Сейчас получает образование 310. 80% из них на бюджетной основе. Нургуль Алина, Замат Юлюбаев, телеканал Алматы, Североказахстанской области. В Талдыкургане суд вынес приговор бухгалтерам городского управления образования, которых обвиняли в миллиардных хищениях. Напомню, в прошлом году была задержана главный бухгалтер ведомства с 2,5 миллиардами тенге наличными. Осужденная пыталась скрыться. После продолжительных судебных разбирательств областной суд поставил точку в уголовном деле, состоящем из 244 томов. Виновными признаны 20 человек. Подсудимых приговорили к тюремному заключению от 7 до 15 лет. Судом установлено, что руководствуясь всеми обстоятельствами, в течение трех лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкургана гражданка С. Организовала преступную группу из коллег. Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 миллиарда тенге бюджетных средств путем начисления зарплат. Главные фигуранты громкого дела при этом получили от 12 до 15 лет. Еще два бухгалтера получили условное наказание. А дело в отношении одного сотрудника было прекращено в связи с его смертью. Большая часть осужденных – женщины в возрасте от 25 до 50 лет. Сторона защиты выразила мнение, что приговор суда слишком строгий. Было вынесено очень строгое наказание. В своем выступлении прокурор не обосновал, почему наказание в виде лишения свободы, почему таких людей следует изолировать от общества. У подсудимых нет рецидива преступления, не учтенных возраст. По моему мнению, можно было использовать 63-ю статью. Нет никаких оснований не применять условные осуждения. Далее смотрите, что вас ждет во второй части выпуска. Впервые объем льготного кредитования для аграриев доведен до 580 миллиардов тенге. Каким образом в Минсельхозе намерены увеличивать производство продукции? Массово гибнут птицы в Атерау. Что показали пробы воды и как в регионе намерены спасать ситуацию? Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Кредиты казахстанцы теперь будут получать на новых условиях. Закон направлен на минимизацию закредитованности населения. Когда заработают новые правила и насколько изменятся условия выдачи займов? Об этом сегодня подробнее мы поговорим с нашим гостем, экономистом Умаровым Бахаджаном Серегпаевичем. Здравствуйте, Бахаджан. Добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация закредитованности населения и почему большинство людей прибегают к решению брать займы? В данное время получается так, что по данным агентства по финнадзору кредиты имеют более 95% населения. А из них проблемные, которые имеют просрочки, это составляет более 60%. Эта ситуация очень плачевная. И почему люди прибегают к кредитам, это учитывая, что большинство потребителей кредита, это бедные слои населения, это инструмент для быстрого достижения, допустим, какой-то мечты или каких-то целей, путешествовать, купить бытовую технику или машину, такого плана. Чем вообще опасна для экономики закредитованность населения? Как я говорил, большинство кредитов берут более низкие населения. То есть чрезмерное получение, бесконтрольное и чрезмерное получение кредитов приводит к тому, что в будущем их доходы занижаются. То есть это приводит к более существенному обнищению их будущим. То есть это как бы своего рода пузырь, он сейчас есть, он растет, растет, но потом он когда лопнет, тогда это будет очень плохо и для них, и для экономики. Вот расскажите о новых правилах кредитования. В прошлом году в своем послании наш президент отметил вопросы закредитованности населения. Сейчас уже в Сенате рассмотрение новый законопроект, то есть с 1 сентября он уже будет работать для населения. И там есть очень-таки существенные нововведения и ограничения. Допустим, этот законопроект, ну как бы нового правила можно разделить на три блока. Первый блок, он больше направлен на работу с действующими кредитами, проблемами. Второй блок, он направлен на выдачу новых кредитов. И третий блок, то есть он уже направлен на защиту населения от мошенников. Допустим, по первому блоку, такие есть существенные нововведения, допустим, как передачу проблемных кредитов или продажу этим компаниям, которые выбивают долги, коллекторским компаниям. Второй момент, это, допустим, начисление пеньи, просрочек, штрафов по истечению 90 дней. То есть если человек не выплачивает или там остановил выплату кредитов, то есть раньше, если банк мог бесконтрольно начислять пеньи, то по истечению 90 дней, то есть на него останавливается вот это начисление пеньи. И также вот это существенное, это вот запретить выдачу кредитов людям, которые имеют также просрочку более 90 дней. Раньше практиковалось, до этого времени много практиковалось, когда люди закрывают текущие кредиты другим кредитом, то есть берут кредит, чтобы закрыть кредит. А запретить на постоянной основе или на какой-то период? Запретить на постоянной основе. То есть уже получается человек уже не сможет абсолютно жить? Если у него есть просрочка более 90 дней, то есть он не может взять кредит ни в одной микрофинансовой, ни в одном банке. То есть это хотят закрепить законодательно уже на законодательном уровне. Второй блок, это уже ограничение на выдачу новых кредитов. Допустим, уже есть такой, все, наверное, слышали, то есть не выдадут кредит без согласия супруга или супруги. Также хотят ввести понятие, что такое вообще потребительский кредит, чтобы люди... То есть само понятие потребительского кредита, то есть раньше, ну, многие даже не понимают, что такое потребительский кредит. То есть берут, а потом дальше пользуются по-разному. Ну, кратко, расскажите, что такое потребительский кредит. Нет, теперь есть у них... И, опять же, ограничение хотят ввести на именно выдачу потребительских кредитов. То есть раньше потребительский кредит могли, как говоришь, миллиардами получать, то есть сейчас существенно ограничат. Сейчас хотят сделать на пороге, допустим, на уровне для банков 5 миллионов, для микрофинансовых организаций на уровне 3 миллионов. И также хотят ограничить сумму беззалогового кредита на уровне банков это в районе 8 миллионов, на уровне микрофинансовых организаций где-то на уровне 4,5 миллионов тенге. И вот третий блок, то есть это защита населения от мошенников, то есть обязательная, допустим, обязательную биометрическую идентификацию при выдаче кредитов. То есть человек должен уже... Чтобы обезопасить общество от мошенников. Да, 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 а не так, что там заполнил, телефон заполнил, заполнил, там счет записал, онлайн дал и как бы вытащил. Спасибо вам большое, к сожалению, время ограничено. А я напомню, у нас в студии был экономист Умаров Бахаджан Сирипаевич. Объем льготного кредитования, выделенного для агрария, впервые достиг 580 миллиардов тенге. Почти половина средств уже освоена. Насколько увеличение финансирования поможет повысить объем продукции, рассказал глава Минсельхоза Эдербек Сапаров на заседании в правительстве. Для этого внедрили механизм прямого субсидирования ставок финансовых институтов под 5% годовых и запустили программу льготного лизинга сельхозтехники. Дальна Сипова расскажет подробности. Недофинансирование – одна из главных проблем сельхозоотрасли в этом году. Объем льготного кредитования весеннеполевых работ впервые доведен до 580 миллиардов тенге. В предыдущие годы сумма не превышала 180 миллиардов. Из выделенных денег освоить успели чуть меньше половины. Фермеров кредитуют через аграрно-кредитную корпорацию. Наиболее активно работают в этом направлении всего 5 областей, отмечает министр. Активную работу по вовлечению СПК проводят только 5 областей, которые предусмотрели 65 миллиардов тенге – Североказахстанская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Казлардинской области. Остальные же регионы неохотно рассматривают данный вопрос, либо вовсе отказываются от реализации инициативы правительства. Перед правительством стоит задача, озвученная президентом, увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза за пять лет. Для этого Минсельхоз внедрил механизм прямого субсидирования ставок вознаграждения финансовых институтов под чистые 5% годовых. Также под 5% дают теперь в лизинг сельхозтехнику. А для стимулирования внедрения водосберегающих технологий субсидируют до 80% стоимости. Премьер-министр Олжас Бегтенов подчеркнул, что главная цель – увеличить объемы производства и глубокую переработку сельхозпродукции. Эффект от производства растений и водческой продукции мы увидим осенью. По поручению главы государства созданы все необходимые условия для развития отрасли. Казахстан должен полностью обеспечивать себя всеми основными продуктами питания и экспортировать их. Правительство выделит для этого все необходимые ресурсы. В области животноводства основная цель – снизить импортозависимость по молоку и миосу птицы. Для ее решения в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 65 молочно-товарных ферм и 10 птицефабрик. Часть задуманного уже реализована. Далена Сипова, Данья Румар, Достан Тимир Бекула, телеканал Алматы, Астана. Паспорта благоустройства введут в Алматы. Отвечает за чистоту и порядок. На территориях общего пользования теперь будут коммунальные службы, бизнес и рядовые граждане. В частности, будут усилены требования к состоянию тротуаров, фасадов зданий и других элементов городской инфраструктуры. В Акимате отмечают, что это не понесет дополнительной нагрузки на субъекты бизнеса. А что думают об этом сами предприниматели мегаполиса, узнаем у Адели Акжаркеновой. Этнодизайнер Айгуль Жан-Серикова более 20 лет ведет собственное дело в Алматы. Уникальные изделия из войлока, созданные в ее мастерской, уже стали одной из визитных карточек мегаполиса. Биолог, эколог по образованию Айгуль считает, что создание безопасной и комфортной среды – обязанность каждого жителя. А утвержденные правила благоустройства, которые обязывают субъекты бизнеса следить за территорией, где они ведут деятельность – полезная мировая практика. Город Алматы, он вообще славится тем, что он самый, наверное, зеленый. Наш город – это культурная столица нашей страны. Это, наверное, доказывается не только культурными объектами, мероприятиями большими, но и культурой наших горожан. Мы должны прививать любовь к окружающей среде, к природе и ко всем объектам инфраструктуры со школьных лет. Общественный деятель Бекнур Кисиков поддержал новые правила благоустройства. Это, по его мнению, мощный инструмент сохранения чистоты и развития культуры экологии среди горожан. Были новые изменения, очень важные, и среди них я хотел бы отметить самые важные для нас. Сегодня места проведения, где будут какие-то мероприятия проходить, там тоже предприниматели должны быть ответственны за те придомовые, придворовые пространства, где они находятся, а также жители также обязывают, чтобы они отвечали за те места, где они проживают, и они должны там убираться. Согласно новым правилам, владельцам индивидуальных жилых домов предписывается обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений. Необходимо иметь номерной знак на доме. Также обяжутся держать в порядке земельный участок и не допускать захламления. Некое логическое завершение, закрепление, легитимизация принципа солидарной ответственности. То есть, что это значит? Это то, что каждый алматинец должен принимать активное участие, чтобы поддержать наш город, наш общий дом в соответствующем состоянии. Все эти изменения помогут сохранить уникальный облик Алматы и сделать его более комфортным для жителей и гостей города. Народному артисту и ветерану отечественной эстрады Лакике Соглу в этом году исполнилось 85 лет. Указом главы государства за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства он награжден орденом Бары с первой степени. Аким Алматы Ербул Адусаев передал теплые пожелания от имени президента и вручил ветерану заслуженную награду. Конечно, для меня это было немного такое неожиданное событие, потому что я не ожидал. Но всегда, когда неожиданно, это всегда приятно. Поэтому я, кажется, был рад, что, в общем-то, мой труд за все это время оценен. Самая большая вещь для любого артиста, когда его знают, его любят. Вот я могу сегодня с уверенностью сказать, что да, я все-таки счастливый человек. Свою трудовую деятельность певец начал солистом оперной студии при консерватории. Более 25 лет он проработал ведущим солистом эстрадно-симфонического оркестра казахского телевидения и радио. За свою карьеру Лакий Константинович записал множество советских и греческих песен, а также популярную пластинку «Капризная погода», где исполнил песни известных казахстанских авторов. Также он обучил многих отечественных артистов эстрады музыки. Лакий Константинович обучил свыше 250 талантливых артистов. Это большой вклад в развитие не только казахского музыкального искусства, но и в развитие эстрадного жанра. Немало и тех, кто продолжает его путь. Нагимай Скалиева, Сакин Майгазиев и многие другие. Я благодарна Лакике Сауглу как учителю, артисту и в целом за его неоценимый вклад в казахское эстрадное искусство. В Атарао массово гибнут птицы. За два дня было собрано около 60 туш, среди которых оказались и лебеди. Основная причина гибели остается неизвестной. Специалисты отобрали пробы воды для проведения исследований. По их результатам будет принято решение о дальнейших действиях. Отмечу, что в регионе такой инцидент впервые. Вчера я насчитал 55 туш, 7 из них лебедей, остальные птицы лесуха. Сейчас мы повторно осматриваем маршруты для более детального изучения. Ранее в канале Махамбетского района также были обнаружены туши мертвых рыб. Некоторые из них достигали 80 килограммов. Местные власти приняли решение увеличить количество воды в канале. Это, по мнению специалистов, поможет восстановить нормальные экологические условия. Мы увеличили объем, чтобы усилился поток. Рыба получает кислород, когда течение усиленное. Вся эта рыба отправляется в естественную среду обитания, в реку Урал. На этом наш опыт завершен. И я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго. До встречи в эфире.